Вопрос 105. Как вы относитесь к воссозданию храма Христа Спасителя? Есть ли в этом какая-то доля лицемерия органов власти? Вот я хочу сказать, представьте, эти вопросы задают Осипову, Смирнову, Скачеву, которые там известны на слуху. Как они отвечают? Вы можете задать эти вопросы, и вы увидите, даже на 1% у нас не сходится, и у них ни одного местописания есть подтвердить, нету. Что вы, да без храма Христа Спасителя? Ни-ни! Мы были в миссионской повестке. К храму Христа Спасители подошли, преклоняли колено, поднимали руки, молились. Нам открыли четвертую сторону, где ограда под замком охранника вызвали. Там молились, просили милости на страну, на патриарха, на президента, на всех. Они не знают, что делать. Я тебе повторяю, пусть и рай. Они плясали, зашли в храм Христа, они осквернили его. И да что, осудили их, они сделали их известными, их везде приглашают за границу. А что нужно делать? Я криком кричал, тогда не трожься, не прикасайтесь к ним. А тут казаки с плетками. А что нужно было? Закрыть храм амбарным огромным замком пудовым. Собрать денег и купить такой замок. Или заказать. И вместе с патриархом начать молиться там, около храма Христа Спасителя. Перекрыть эти улицы, перевести, чтобы никто не мешал. Со всего мира люди бы съезжали три месяца, денно и ночно, непрерывно, чтобы никакая погода не изминула. И мы посмотрели бы, что будет в стране. Это было новое возрождение, новый ренессанс. Ничего этого не сделали. Мирские. Говорят по-мирски, поступают по-мирски. Они лишены духовного рассуждения духов. Дальше. Ответ. Ответ. Игнать Тихонич Лапкин. Я категорически против строительства храмов, тем более такого мастодонта. Для молитвы такой храм не нужен, а только для тщеславия. Он нужен государственным деятелям, а не Богу. Сначала нужно образовывать общины из живых христиан, а потом находить место для молитв. Лучше всего на дому. Не более чем по 50 человек, иначе будет неуправляемая масса. Нужно почаще заглядывать в Библию в первоапостольские времена. Евангелие от Луки, 22 глава, 12 стих. И он покажет вам горницу, большую, усланную. Там приготовьте. Деяние 1.13 И придя, вошли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, И Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон, Зилот и Иуда, брат Якова. Книга Деяний, 2 глава, 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Деяние 5.42 И всякий день в храме и по домам не переставал учить и благовествовать об Иисусе Христе. И Книга Деяний, 20 глава, 20 стих. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вас не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Книга Деяний, 20 глава, 8 стих. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Закончим на сегодня? Да, я думаю так, помесь, 106 следующее. Видишь, какие интересные вопросы задавали люди. И получали вот такие ответы. Почему они так лютуют? Он же миссионер, псевдоправославный. Вот эти Библии, они никто. Все вместе взятые. Миссионеры. Какой он миссионер-то? Едва в машину залазит. Щеки отвезли. Не стыдно перед народом выходить. Как он на посте может говорить с таким пузом? Иоанн Златоус это высмеивает. Христа ведут на распятие. А вас свечеринки под руки держат, чтобы не упали с красными губами от вина. Утучняйте себя без страха. Без страха. Выхотились от жира глаза их. Бродят полностью в сердце. На всем издеваются. Говорят свысока. Язык их расхаживает по земле. Это о ком? И вот смотришь, идут такие перед народом. Куча мяса, костей. Пузо колесом, как холм какой. И люди-то видят. Вот я в щадру леску захожу. И вы патриарха признаете. Какие яхты у него. На вертолетах едут. От Москвы до Петербурга. Три миллиона ему стоит поездка. Спецсамолет. Зачем ему это? Второй опять и дальше. Какие отдачи? Где? Там видят люди. Все. Я говорю, не судите. Займитесь собой. Они не знают Бога. Я имею право об этом говорить. Я живу в этой бедности. В такой бедности, которой все ужасаются, как следователь. Когда неужели больше ничего нету? Он как-то ничего не может найти. Говорит, по волосинке бороду тебе выдерну на меня, но я найду, в каком банке держишь деньги. У меня что? Березовый петь, и на нем радиоприемник. Вот что я любил. По этому отношения разные. Ну, все, конечно, на сегодня. С Богом. С Богом. Уехал ли он? Да. Молиться надо, ждать известия. Спаси Христос Сергеевич за дурок. Слава Христу. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...